здравствуйте убрали лук и чеснок сейчас главная задача его сохранить и в этом ролике я расскажу какими приемами воспользоваться чтобы ваш урожай сохранился до следующей весны значит начинаем с чеснока чеснок это культура которая должна хорошо просушиться но запоминайте ни в коем случае не на солнце если ваш чеснок будет сушиться на солнце под этой чешуей которая покрывает зубок появятся язвочки ваш чеснок будет заболевший поэтому сушим где-то в тенистом месте но с хорошей вентиляции и что я делаю вы сейчас посмотрите вы увидите значит сразу сушу со стеблями с листьями а потом когда он подсох оставляет такой пенечек буквально два сантиметра над нашей луковицей почему если обрезать чеснок как бы более ниже мы открываем шейку открываем шейку а это путь проникновения инфекции что же необходимо сделать приемом хранения чеснока масса и что тут самое выбрать а выбирайте то что вам подходит если вы хотите чтобы он сохранился на сто процентов самое простое что мы все луковицы разламываем раздавая луковицы очищаем зубки складываем банку и заливаем подсолнечным маслом подсолнечном масле в прохладном месте при температуре даже плюсовой плюс до плюс 5 плюс 8 градусов ваш чеснок будет свежий до самой весны если вам трудно так или нет у вас условий квартир очень теплая сохранить невозможно советую другой способ просто напросто любой зубок очищаем зубки режем на мелкие полоски сушим размалываем кофемолки и потом добавляем любые блюда куст чеснока суши сушеного сохраняется ароматы полезные свойства также остаются при чесноке но если вам хочется свежий чесночок сохранить ну чтобы он такой свежий видится сну сохранился значит знаете что условия хранения чеснока определяется чем низкой температурой эта парадка до 5 до плюс 5 градусов и сухой сухой воздух чем суша воду чем лучше сохранится как создать эти условия также очень просто мы можем взять любое ведерко это может быть пластмассовая ведерко только не закрываем крышкой укладываем луковицы пересыпаем солью укладываем луковицы пересыпаем солью соль забирает лишнюю влагу то же время они дают развиться болезнь натворным бактериям сделали так ваш лук и чеснок будет даже в феврале месяце и марте как свежий как только что выкопанный из градки так что пользуйтесь этим способом если вы будете хранить вот лук так навалом где-то может быть и в сетке значит я советую чем воспользоваться значит берем препарат который называется триходерма в сухом виде порошочек триходермы мы просто-напросто распыляем над нашим чесноком значит споры будут как бы при когда мы будем отбирать у наши луковицы для еды наши луковицы перемешиваются споры будут разлетаться они для человека для организма совершенно безвредны и в тома запоминается триходерма порошок опыливаем наши луковицы концентрация самая маленькая не надо там сыпать там жменьями ложками буквально там пару чайных ложек чуть-чуть так слегка это самое потрясли над нашими луковицами чеснока так что чеснок мы уже научились хранить а вот лук а лук и что проще хранить потому что лук такая культура которая хранится если он хорошо высушен и высушен на солнце если вы неделю подержали ваш лук на солнце прогрели ему оба бачка начать будет храниться хорошо но не делайте ошибку у лука должна оставаться обязательно шейка луковая шейка где-то сантиметров 2 и 3 сантиметров оставаться чем она больше остается эта сухая шейка тем лучше хранится ваш лук не образайте коротко обрезанный лук долго лежать не будет потому что шейка защищает саму луковицу от проникновения инфекции поэтому шейку у лука оставляем чеснока мы два сантиметра ставили а лука можем три сантиметра ставить то есть более длинные вид может быть не эстетически вот это вот именно это природный барьер для того чтобы ваша луковица не заняли в зимнюю пору ну лук хранить гораздо проще лук может храниться как при плюсовой температуре плюс 18 градусов так и при минусовой но единственное что необходимо помнить по луке значит что он должен дышать он туда сайт поэтому я храню таких вот сеточках расфасовывать таких вот сеточках ложу кладовки где прохлада где сухой воздух и мой лук прекрасно удалеживает до вес до весны какие-то триходермы точно также обрабатываю опыливый триходерму это уже два года пользуюсь способ очень хороший мне понравился как бы и безвредный и в то же время легко легко исполнимый в исполнении и сохранность лука очень хорошая поэтому единственное что остается время древние конечно некоторые луковицы начинают прорастать ну приходится что зимой где-то если замечаю прорастание значит это значит что где-то повысилась лажность воздуха и он начал прорастать значит его перебираю весь который отросший лук я беру ставлю банки с водой и зима зимой этот лук уже вместо луковицы дает мне зелень всю зиму в этих банках с водой он дает зелень ну остальные луковицы прекрасно хранятся до са до самой весны ну самый главный момент которая может пропустил это сам как бы я так перескочил может сразу начал то самое понятие что лук уже будет хорошо хранится это он должен хорошо просушен как просушен когда мы лук начинаем чистить с него сходит сухая чешуя то есть он шуршит такой шуршавший лук уже хорошо просушенный если наша чешуя не сходит просто если пальцем нажимать на штуке что не просушен надо досушивать его потому что никакие приемы и какие ухищрения потом не помогут ему ему вылежать нет у нас например условия не позволяют погода дождь все ведь у нас есть газовые котлы если у нас же есть там батареи у нас ну и есть вентиляторы которые можно теплым воздухом любой из этих способов подойдешь для того чтобы досушить наш лук чтобы на хранение он ушел в сухом состоянии именно сухое состояние будет гарантировать что наш лук будет долго храниться ну и добавок препарат триходерма вам помощь приятного аппетита до свидания